Поклон СБ Поклон СБ – обязательный праздничный ритуал у корейцев. Таким образом, младшее поколение выражает глубокое уважение старшим во время праздников. Казахстан Этнокультурное объединение корейцев в Астане образовалось в конце прошлого века. Здесь проходят национальные праздники. Желающие изучают корейский язык, учатся играть на музыкальных инструментах и танцевать. Корейская диаспора – одна из многочисленных в Казахстане. Большая часть корейцев – это потомки семей, депортированных в прошлом веке с Дальнего Востока. Иногда думаешь, что бы было с нашими предками, если бы они попали в какую-то другую страну, в среду обитания. Но в этом плане нашим предкам очень повезло. Владимир Сон – один из знаменитых корейцев. Он 40 лет проработал в корейской газете «Корей и Льбо». Надо здесь обратить внимание, что часть этой газеты, каждый номер выходит на корейском языке. И часто идет дубляж. То, что на русском. Начинал Владимир в районной газете «Целинограда». Потом был переезд в далекую Якутию, оттуда в Кыргызстан. А когда вернулся в родной Казахстан, стал сапкором корейской газеты. Тогда она называлась «Ленин Кичи» – «Ленинское знамя». Работы было много, освещал жизнь северного региона республики. Порой не успевал даже поспать. Во-первых, все события по Казахстану самые значимые, начиная от президентского уровня, что в стране происходит, всегда на второй странице. Много внимания уделяется межгосударственной связи от Казахстана со всем миром и с республикой Кореи особенно. Владимир поначалу писал только на русском, но требовались статьи на корейском. И тогда он самостоятельно, без репетиторов, выучил язык предков и стал писать и на нем. Я тогда в 80-м году поступил. Я тогда новинку, новшество ввел. Во-первых, кстати говоря, каждый материал сопровождался фотографией. До этого, в общем, такой системы не было. И второе, чем я горжусь. Я каждый профессиональный праздник отмечал в материалах. День медика, учителя, Караганда – это день шахтера, Тимиртау – это день металлурга. Тираж газеты «Кореэльбой» сейчас около тысячи экземпляров. Часть отправляют в Корею. Владимир на пенсии журналистикой не занимается, но по-прежнему активно участвует в жизни корейского сообщества. Корейцы выносливый и целеустремленный народ. Вот Вадим Цхе – тренер по восточным единоборствам. А еще он помогает осуществлять мечты. Его девиз – нет ничего невозможного. Даже дойти до базового лагеря «Эвереста» без ног. Любовь к спорту Вадиму привил отец. Ежедневные пробежки в любую погоду, занятия боевыми искусствами. Безоботного детства не было. В 6 утра встал на пробежку. Обязательно в холодной воду облился. Обязательно там одна секция закончилась, другая. Жесткая дисциплина и спорт воспитали в нем бойцовские качества. Двигаться вперед и не сдаваться. После окончания школы он мечтал уехать в Америку. Пошел мыть машины, чтобы заработать на репетитора по английскому. После института уехал работать в Штаты. На собеседовании покорил принимающую сторону. Вадим проработал в 14 штатах тренером, охранником и даже менеджером по работе со студентами в Колумбийском университете. В какой-то момент показалось, что плывет по течению. И он решил вернуться в Казахстан. Одним из первых открыл секции по КПР. Обучал азам восточных единоборств, работал в фитнес-зале. Землетрясение в Непале привело в горы. МЧС отправляет два самолета, чтобы забрать оттуда всех, кто из СНГ русскоговорящих. Да, там Казахстан, Узбекистан, Киригизия, Россия. И обратная идет информация. Никто обратно не полетел. Все остались там, самолеты вернулись. Вадим решил лично узнать, почему никто из граждан СНГ не захотел эвакуироваться из Непала. А когда увидел Гималайи, все понял и влюбился в горы. После той поездки Вадим стал скалолазом. Своё первоодиночное восхождение совершал на горе Хантенгри. Высота почти 7 тысяч. Но он дошел до высоты 5600. И чудом остался жив. Потому что отправился на маршрут без должной подготовки, только получив оборудование. Я думал, что все легко. Я поднимаюсь вверх, и я понимаю, что я полностью не подготовлен. И меня ведет эго. Чуть-чуть ошибка, все, у меня не станет. Начинается буран, я принимаю этот сигнал, я спокойненько беру, спускаюсь вниз. После бесчисленной тренировки в Непале Вадим стал горным гидом. В его копилке походы по маршрутам Эвереста. Говорит, что в базовый лагерь этой вершины он может дойти с закрытыми глазами. На высоту 5360 метров однажды он доехал на велосипеде. К базовому лагеру Эвереста Вадим рискнул провести девушку без ног. Вадим подготовил ее к восхождению на руках. Тренировки заняли несколько месяцев. Нужно было укреплять руки и спину Марии. И цель оказалась достигнута. Мария на руках преодолела подъем на высоту более 5000 метров. Уникальное восхождение всколыхнуло общественность. Целеустремленной девушке подарили протезы. А Вадим доказал, что корейцы могут вдохновить окружающих на достижение своих целей. Мясо у нас идет. Оно такое солено-сладкое, как корейцы любят, послаще. Так называемую кухню советских корейцев в Казахстане очень любят. Корейские повара могут из обычной травы сделать вкусный салат. Так что кулинарные эксперименты – это в духе корейцев. В ресторане «Элины Тян» все блюда авторские. Она сама разрабатывает рецептуру. Например, в бургере вместо булочки используют основу из риса с водорослями нори. Сверху кладет блин кимчи и овощи. Изначально такой правильный бургер она делала для своих детей. Элина еще в декрете стала увлекаться кухней. Сначала выкладывала рецепты в соцсетях. Ее аудитория росла с каждым днем. Затем стала проводить мастер-классы. А в пандемию приготовила 100 килограммов кимчи и продала их в первый же день. Тогда и решила открыть бизнес, который очень быстро развивался. И волей судьбы, наверное, мы оказались уже в формате кафе, заведения, где учились работать с людьми, принимать гостей. Там уже тоже пришлось взять в штат управляющих, официантов, менеджеров. В планах Элины дальше расширять авторское меню и открыть филиалы своего ресторана в других странах мира. Корейцы очень трудолюбивый народ и готовы постоянно учиться чему-то новому. Игорь Кугай – ведущий пластический хирург Астаны. Он первый из столицы и открыл клинику в сфере красоты. Замгла врача по поликлинической амбулаторной службе в Цельнограде. Она заведовала всеми поликлиниками, сетью. Любовь к медицине у Игоря Кугай от мамы. Она была педиатром. Основала несколько поликлиник и внедрила систему непрерывного ведения истории болезней пациентов. Была такая преемственность, единая система. Это было очень важно для того, чтобы не было… Допустим, вырос до шести лет, потом раз ты в школе по новой что-то там, и никто не знает следующий, то же самое этап. То есть она наблюдала с самого рождения детей. Игорь 20 лет проработал в общей экстренной хирургии, а затем решил перейти в сферу красоты. Поехал, проспециализировался в Москву по пластической хирургии. Как раз оно начинало развиваться очень сильно. И уже в течение 20 лет я работаю в заведующем отделении пластической хирургии. 90% его пациентов, конечно, женщины. Хотят исправить недостатки внешности и продлить молодость. По наблюдениям Игоря Кугая, восточные женщины обращаются к пластическому хирургу в более старшем возрасте, нежели европейские. Игорь Кугай утверждает, все женщины красивые. И раскрывает секрет продления молодости, правильное питание и максимальный косметический уход за кожей. К нам приходят практически здоровые люди. И наша задача не сделать их больными. Вот это самое главное в пластической хирургии. То есть мы, в отличие от медиков общих, мы можем отказать пациенту в помощи. То есть это не помощь, это отказать в операции. Если мы не видим показаний, видим, что здесь ничего не получится или сделаешь хуже, мы можем спокойно отказать. Сейчас на счету Игоря Кугая около 12 тысяч пластических операций. Новые технологии и знания привозят в основном из Кореи. Поездка на этническую родину запомнилась больше всего. Особенно поразили национальные блюда, которые не попробуешь в Казахстане. Но жить в Южной Корее хирург отказался. Я здесь родился, меня здесь все устраивает. Здесь все родные, все друзья. Сейчас в Казахстане проживают более 100 тысяч корейцев. И в последние годы диаспора становится больше. Многие корейцы возвращаются в Казахстан из-за границы, потому что здесь их родина. Они участвуют в политической жизни страны, открывают бизнес и в целом чувствуют себя комфортно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Лakukantu Субтитры создавал DimaTorzok